друзья всем привет сегодня особенный день особенно тем что я сегодня ничего не наснимал потому что был просто занят как бы это смешно не звучало я каждый раз пытаюсь вам что-нибудь интересное показать во время репетиции с обезьянами во время того как я разминаюсь во время репетиции нашей с верблюдами но сегодня так получилось что вот возможности такой не было и как вы знаете с до 2 сентября я стараюсь каждый день выкладывать видео я даже не стараюсь а получается уже в течение месяца я уже собственно выкладывают эти каждодневные ролики и ну есть успех друзья настало больше и об этом ой-ой видели да вот как он неуклюжий кстати позади меня сейчас репетирует сахарик вот он там что-то пытается изобразить на импровизированном таком пьедестале который мы соорудили из поддонов вот они видите внизу стоят вы уже в курсе того что мы обучаем наших животных регулярно делаем подготовительные упражнения для того чтобы после вот этих пьедесталов вот не особо большая высота здесь он смог стать ногами четырьмя четырьмя ногами на на тумбу но для того чтобы это произошло как вы понимаете нужно его приучить к меньшей высоте поэтому мы каждый день занимаемся и стараемся его все-таки переучить есть небольшие успехи что-то получается снова сейчас идет процесс поглаживания оглаживания все можно так сказать одним дублем для вас снимаю чтобы было понятно чтобы ни у кого никаких сомнений не возникало что все равно там проводит какие-то манипуляции вот друзья большой труд это что ни говори и как я уже объяснил сегодня меня просто не было возможности для вас поснимать ролик какой-то сожалению был очень занят вот но тем не менее вот хотя бы такое видео чтобы вы не теряли меня не теряли новости которые у нас происходят чтобы были в курсе событий поэтому я снимаю хотя бы так вот видите сейчас олег угощает снова поглаживание вот-вот олег ну ты акробатами а вот знаете бывают такие ситуации когда верблюд может ногой на например наступить на вашу ногу и я уже говорил о том что двугорбые верблюды взрослые они достигают веса 800 иной раз и 1000 килограмм это довольно прилично представляете если вот даже если поделить на 4 до 250 килограмм вот одной ногой он наступает и это еще учитывая то что там два таких когтя потому что верблюд это порнокопытные животные это я вам скажу малоприятное такое ощущение вот олег сейчас падал он его столкнул верблюд и он мог еще на ногу олегу наступить и тогда бы уже было совсем не весело каждый раз на репетициях с крупными животными все равно есть определенный риск того что ты можешь пострадать несмотря на свои огромные габариты я сейчас место поменяю чтобы не спугнуть сахарок будет проходить по всему барьеру и чтобы ему не помешать мы сейчас с вами перейдем в другое место вот видите он еще и покакал пока пока мы с вами теперь переходили да ну сейчас мы мама регулирует процесс вот она кстати позади меня вот но я думаю себя здесь пока встану но ничего это переставлю но давай туда встану видите здесь вот вроде бы да мы далеко находимся расстояние 13 метров куша диаметр манежа кстати кто не знает всегда равен 13 метров вот и несмотря на это верблюды все видят то есть они могут испугаться и я уже говорил о том что они такие очень осторожные животные чтобы не спугнуть приходится но дистанцию соблюдать во время испугов может произойти всякое и они способны ногами своими бить абсолютно в разные стороны если лошадь может просто назад отбивать то верблюд может каждый ногой вперед в бок назад бить и делает это очень сильно мощно ноги у верблюда длиннее чем у лошади вот и удар я бы сказал так посильнее все таки не каждая лошадь такого размера хотя есть очень крупные породы ну вот но все равно верблюд это серьезная животинка у которой очень много друзья физическая сила многие спрашивают почему мы одеваем им на морнике дело в том что зубы у верблюда как бы это не странно звучало может быть кто-то не знает они больше чем у льва или у тигра то есть они очень большие тоже мощные эти зубы и бывает так что верблюды даже между собой дерутся дерутся они достаточно серьезно то есть у нас в нашем номере все самцы есть половозрелые и есть скажем периоды с животными когда весенние или осенние такие у них возникают осенние точнее весенние периоды них возникает романтическое настроение ну и соответственно как бы они обхотят внимания со стороны женского пола вот и несмотря на то что вроде бы как бы женщины нет да я думаю них соревновательный какой-то процесс такой возникает и соответственно не устраивает между собой единоборство здесь можно угостить сахарка мы хоть посмотрим как у вас успехи вообще как как все получается вот наш артист смотрите как как он кушает тут надо ребят очень быстро все делать потому что он уплетает эти баранки просто мгновенно да у нас есть еще один любитель покушать несмотря на то что да видишь как залетает далее тут конечно моргать времени нет ну что давай мы тебе не будем мешать ты уже порепетировал все сделал у каждого ребята у каждого абсолютно верблюда свой характер они все абсолютно разные как и люди они абсолютно себя по-разному ведут каждому нужен подход есть определенное направление в дрессуре и я вам наверное об этом не рассказывал есть основы скажем так дрессуры но есть подходы к разным животные животным которые отличаются то есть есть дрессура птиц есть дрессура домашних животных кошек например или собак есть дрессура лошадей есть дрессура хищный хищных кошачьих там львов тигров и тоже сайт специфика тоже есть как бы отличие пантеры леопарды тоже по дрессируются есть обезьяны обезьяны как вы уже знаете я много об этом вам говорил они есть человекообразные обычные обезьяны тоже ним подход другой разный подход есть морские животные а морские львы и котики дельфины с которыми тоже человек способен взаимодействовать и много мы уже видели разных представлений с дельфинами и так далее и в общем-то это конечно же впечатляет в общем специфика отличается и даже несмотря на то что у вас может быть большой опыт там в дрессуре например верблюдов нужно учитывать и особенности непосредственно самого животного то есть с ними с каждым нужно дружить и собственно как бы подход находить подход иначе ничего не получится я надеюсь вам не скучно если я каждый раз об этом говорю мне пишите пишите что не скучно но все равно мне хочется чтобы вам было интересно я читаю ваши комментарии друзья уже последние видео я об этом постоянно говорю вот и я стараюсь удовлетворить ваши вопросы ответы дать такие исчерпывающие чтобы вам было понятно но чем больше я отвечаю на ваши вопросы тем больше этих вопросов возникает но мне это на самом деле приятно друзья я вас всех крепко обнимаю у нас закончилась сейчас репетиция мне нужно будет скоро бежать на кормление своих обезьян я желаю вам хорошего дня чем вы там занимаете чтобы у вас были успехи если вы только зашли на канал обязательно подписывайтесь здесь канал про цирк про наших животных про будущие гастроли в данный момент они у нас не ведут из-за коронавируса и заграничений которые на нас возложены вот ну и про артистов конечно же я вас всех обнимаю и до встречи в новых видео пока